Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Давно эта презентация была мною сделана, наверное прошло более полугода, когда я начал ее делать. Это первый слайд в презентации PowerPoint. Смысл идет о том, что мы готовим новое программное обеспечение для наших контрагентов. В рамках него разрабатываем новое уникальное программное средство. Ну и собственно, конечно, эти программные средства базируются на определенной теории. Сейчас на своих экранах вы видите самую упрощенную, ну не совсем упрощенную, но такую простую теорию понимания структуры индивидуальности любого человека. Она проста, известная, думаю, моим коллегам до последней запятой. Ничего нового я здесь не показываю, просто пытался изобразить это все в какой-то графической форме, так скажем. Индивидуальность человека состоит из следующих основных моментов. Это так называемые психические функции. Низшие психические функции, их две всего. Это ощущение и восприятие. Высшие психические функции, это внимание, память, мышление, основная функция, это мышление и речь. Психические функции, они в некотором смысле обобщаются речью, то есть как бы, так их обвести, да, то есть формируют человека разумного. Это психические функции. Они все, конечно, всем вам известны. Ну и, собственно, сама индивидуальность как таковая, она состоит из следующих трех основных компонентов. Это темперамент, биологическая составляющая индивидуальности любого человека. Мы имеем определенный рост, каждый из нас, каждый человек имеет определенный рост, вес, цвет глаз, ну и так далее. И это формирует биологическая составляющая любого человека, индивидуальности, заложенная в нас природой. Следующий момент это характер, психологическая составляющая, это все понятно. И, наконец, личность, это социальная составляющая, которая формируется в человеке в процессе его жизнедеятельности. На нас воздействуют наши воспитатели в детском саду, учителя в школе, родители, конечно, непосредственно, наши друзья, коллеги по работе, ну и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, формируется некая личность с ее нравственными, моральными, этическими нормами и правилами поведения. Таким образом, индивидуальность формируется из вот этих компонентов. Вернее, вот, да, личность, темперамент, характер, личность, биологии, психологии и социума формируется. Вам, конечно, уже известно, что это тоже не является каким-то секретом. Это описано в десятках и сотнях различного рода книг, литературы научной. В структуре личности человека существует, на данный момент всеми признано, 92 свойства личности. В свободном доступе у нас на сайте, там есть такая табличка, ее можно скачать и посмотреть все 92 свойства личности, которые на данный момент наукой определяются как основные, основополагающие личностные особенности человека. Здесь вот это графически я попытался отобразить, то есть их всего 92, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, и так далее, и так далее. Всего 92 свойства. Все это вместе, психические функции и индивидуальность человека, они обобщаются эмоциональной волевой сферой. То есть, если это можно говорить как о неких составляющих, кирпичиках, да, вот, человека, существа, биологического существа, все это вместе скрепляется как цементным раствором, скрепляется эмоциональной волевой сферой. В общем, давно известная, понятная, в общем, ни для кого не секрет, вот такая структура личности, принятая в отечественной поведенческой психологии. В основе своей лежит вот такая структура личности. И давайте перейдем дальше. Значит, следующий слайд, этот слайд, еще раз повторюсь, я делал давно достаточно, он лежал у меня на компьютере, просто своим коллегам это показывал, рисовал для объективизации, лучше один раз, как говорится, увидеть, чем сто раз услышать. Ну, это вот некий, условно говоря, в кавычках, примитив, а элементарное, простое представление о человеке, что из себя представляет человек разумный, хомо сапиенс, с его психическими функциями, индивидуальностью, личностью, характером, темпераментом, эмоциональной волевой сферой. Вот такая вот простая, легко запомнить картинка. Идем дальше. Далее переходим непосредственно, еще раз на шаг назад вернусь, индивидуальность, то есть, если представить себе, вот такой идеальный круг, такого не бывает, да, в нашей жизни, то есть, это человек, он всегда, как так, некая меба, здесь больше, здесь меньше, и так далее, и так далее, и так далее. По Снежневскому, из чего состоит психическое здоровье любого человека. Вот заголовок этого слайда, это индивидуальность или психическое здоровье. А оно, по определению Снежневского, состоит из трех основополагающих основ. Три кита. Это первая цель, целеполагание. При шизофрении страдает прежде всего целеполагание, человек не может поставить перед собой цель, и, соответственно, не может ее достигнуть, если человек не достигает результатов своей деятельности, жизнедеятельности, интрапсихической, внешней какой-то деятельности. Он болен. То есть, по Снежневскому, нарушение целеполагания, при шизофрении, основной симптом. Нарушается цель. Не может поставить, не может сформулировать, и, соответственно, достигнуть ее. Далее, самый важный компонент для нас на данный момент, в рамках, опять же, я уже говорил в этом видео, разрабатываемой нами новой системой, автоматизированным комплексом, это система BEING, рабочее название этой системы, но я думаю, она так и останется, BEING. С английского это переводится как бытие. И, соответственно, третье это доверие. То есть, вот эти три основополагающих кита психического здоровья человека, целеполагание, критика и доверие. Это формирует человека психически здорового. Если мы видим нарушения в плане или целеполагания, или в плане критика, или в плане доверия, то можно говорить о том, что человек болен. И вот тут самая важная мысль, критика, что мы о чем сейчас будем продолжать говорить. Критика, способность рассуждать правильно, понимать о себе. И, как ни странно это звучит, на данный момент, это тоже ни для кого для вас не секрет, уважаемые коллеги, что критика это основной критерий нормы. То есть, если мы видим нарушение критики, олигофренд смеется, глядя на цветочки на гробе. Он не понимает, кто он, где он. Он стоит, показывает на эти цветочки. Он не понимает, что надо плакать, а не смеяться во время похорон. То есть, умственно отсталый человек, такая картинка у меня перед глазами стоит, он смеется тому, что ему понравились цветочки, которые прибиты на крышке гроба. То есть, недостаточно критичен, он не понимает, кто он, что он и в какой ситуации он находится. Так вот, этот момент критики, он без критики, он не понимает о себе, не способен рассуждать и правильно понимать себя. Соответственно, это является, к сожалению или к счастью, но, слава богу, наука до этого дошла. То есть, критика является основным критерием нормы. Как оценить? Норма? Не норма. Болен? Здоров. Как? В психическом плане. Есть много методов, много подходов, но все сводятся к одному. Все сводятся к одному, что основной критерий, оценочный критерий, то есть, дайте мне точку упора, я переверну мир, переверну представление о чем-либо, лиоконливо. Это именно является понятие критики, способность рассуждать и правильно понимать о себе. Сейчас я более широко разверну это понятие и перейду к следующему слайду. Критика. Что она под собой подразумевает? Тоже мной сделан этот слайд относительно недавно, может быть, тоже полгода, несколько месяцев назад. Критика. Она определяет, оценивает правильность, достоинств и недостатков человека. То есть, она, вот представьте себе, больного человека, психически больного, олигофрена, шизофреника, кого угодно. Одним словом, человек или понимает, или и проверяет себя, постоянно себя, как бы, самотестируя. Если этого не происходит, в этом случае мы говорим о психическом неблагополучии, о психической болезни. Соответственно, критика, она проверяет подлинность, правильность чего-либо, человека мыслящего. Критика открывает красоту или недостатки человека. Наверное, олигофрен не очень красив, ну, в плане духовном каком-то, да, да, и шизофреник также. И о психическом состоянии. Критика разбирает, судит, формирует суждения, анализирует, формирует оценки и суждения о явлениях внутренней, интрапсихической и внешней жизни человека. В какой-либо области деятельности, будь то семейных отношениях, производственных, рабочих и так далее. Одним словом, критика в этом плане основной фактор оценки, оценочный критерий, шкала нормы-ненормы, некий измерительный прибор, если так можно выразиться, который оценивает здоровье и нездоровье человека, его психическое и психологическое неблагополучие. И, соответственно, критика проверяет достоверность, подлинность чего-либо, суждение человека, почему я начал с психических функций, с мышления, как высшие психические функции, присущие человеку, его подкорковым образованием. Человек способен мыслить, обобщать и, соответственно, делать какие-то умозаключения, выстраивать логические последовательности, формировать суждения. И если эти суждения у него сформированы, и со стороны наблюдателя, условно говоря, видит, что они неадекватны, то есть тут важное понятие, я еще дополняю, адекватности, то есть можно говорить о том, что слово психическое здоровье, с чего я там начал, психическое здоровье, критерий адекватности, индивидуальности человека, как раз оценивается к счастью или несчастью с помощью только одного измерительного прибора, которое мы называем критикой. Наше программное обеспечение, оно нацелено на оценку, вот being, да, быть ее, нацелено на оценку критики человека, в его способности рассуждать, давайте вернемся на шаг назад, и его способности рассуждать, оценивать себя со стороны, оценивать себя внутренне, то есть занимаясь интроспекцией, внутренним разглядыванием себя, и, соответственно, как он выглядит внешне, со стороны других людей, других наблюдателей, условно говоря. Вот такое вот важное замечание, я опять же скажу, что это все написано, сделано мной для того, чтобы в дальнейшем, и это только первые шажки, которые были давно совершены мной, к тому, чтобы разработать новое программное обеспечение, которое будет уникальным в некотором смысле, то есть работаем над тем, наши программисты работают, мои коллеги работают, над тем, чтобы создать измерительный прибор, шкалу измерительную, в рамках которой, можно будет оценивать индивидуальность человека, применительно к его психическому здоровью, или же нездоровью, психическому благополучию, или психическому неблагополучию. Я думаю, что я буду еще в дальнейшем возвращаться к этому вопросу еще неоднократно, работа над программным обеспечением идет, в ближайшее время, я думаю, она будет завершена, сложные процессы, даже некий такой, я бы сказал, программисты улыбаются, когда я так произношу, но тем не менее, с точки зрения психики, психологии, это можно рассматривать, как даже некий искусственный интеллект, то есть программа Beying, она будет нами предлагаться, как для юридических лиц, так и для физических лиц, простые люди могут себе эту программу скачать и использовать, и самостоятельно оценивать себя, свою степень критики, а то бишь психическое здоровье свое, психическое благополучие или неблагополучие, подобно тому, как мы измеряем давление артериальное, я не знаю, сахар в крови, мы замеряем физиологические параметры состояния организма человека, вот этот комплекс, автоматизированный комплекс Beying, он будет, я надеюсь, с точностью до 10, 10 числа, 2 числа после запятой, измерять, измерять критику, как следствие, вернее, как причину, или как следствие даже, индивидуальности человека, это позволит оценивать свое психическое здоровье, самостоятельно, померили давление, узнали верхнее систолическое, диастолическое давление, пульс узнали, Beying будет оценивать, адекватен человек, неадекватен, и как следствие, здоров или нездоров, он в данный момент, в плане своего душевного благополучия, своего душевного состояния, на этом все, благодарю за внимание, и удачи вам, до вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова . Продолжение следует...